Библейский портал экзегет.ру представляет Достачтимые друзья, братья и сестры, сегодня мы продолжаем изучение Псалтири Царя Давида, «Помяни Господи Царя Давида и всю кротость его». И сегодня мы будем читать 10-й Псалом. Феодорит Кирский и Афанасий Великий настаивают на том, что этот Псалом написан в связи с тем, когда Давид, гонимый Саулом, именно по внушению Духа Святаго написал этот Псалом, который был написан в тот период, когда Давид пребывает в бегстве от Саула, но приличествует этот Псалом и всякому, претерпевающему обиды от врагов, видимых и невидимых, и возлагающему упование свое на Христа Бога. «Надписание в конец указывает на последний праведный день страшного суда Божия». Действительно, на славянском языке и в септуагинте греческой есть надписание этого Псалма в конец, Псалом Давиду, 10-й. И Псалом начинается словами «На Господа уповаю, как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица». Давайте посмотрим, какие комментарии есть на эти слова. Златоуст и Феодорит предлагают следующий комментарий. «Зачем, – говорит пророк, – советуйте мне спасаться бегством, когда я на Господа уповах, и подлинна велика сила надежды на Бога, и нет ничего сильнее я». То есть тогда ситуация складывалась так, что враги Давида, они говорили ему, «Улетай на гору вашу, как птица». То есть они хотели напугать Давида. Царь Саул предпринимает новые враждебные действия против Давида, ему надо прятаться. И отцы говорят, что этот 10-й Псалом надо читать каждому человеку, который сталкивается с враждебным отношением к нему. Потому что в нём содержатся молитвенные темы, которые были продиктованы Давиду действием Духа Святаго. И далее мы читаем второй стих. «Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем». «Нечестивые натянули лук». Что это может означать? Есть толкование на этот стих Златоуста, Феодорита, Афанасия. Получается следующее объяснение. «Ничто не может быть бессильнее человека, строящего козни и приступающего заповеди Божии. Враги имеют оружие, но не имеют помощи свыше, ибо ведут войну против праведника, которого Бог помазал в царя. То, что Бог совершил, определил на царство Давида враги, разрушавши подстрелами мысленных врагов, подразумевая еще лукавые помыслы, которыми поражают враги нас во мраце, то есть во тьме тайна». Здесь немножко непонятно, почему наши враги и противники нападают на нас тайно, во тьме. Во-первых, стрелять из лука в темноте достаточно сложно. Во-вторых, что имеется в виду под правым сердцем, в которых они стреляют? Имеется в виду, что когда мрак драственный баральный сгущается в этом мире, то от этого мрака неприязнь к праведным возрастает, потому что праведное в этом мрачном мире как свет, который во тьме светит, и тьма не может объять его. Но тьма именно хочет объять свет веры и загасить его в наших сердцах. «Они стреляют в правых сердцем». Кто такой правый сердцем? Это тот, чувства которого уравновешены. Сердце, как я вам часто объясняю, это средоточие человеческих чувств, чувственный аппарат, который в результате грехопадения пострадал самым страшным образом. И Христос прямо говорит, что сердце исходит зло, убийство, коварство и так далее, блуд. И когда мы говорим о человеческой страстности, мы говорим о сердце. Но правый сердцем – это тот, который очистил мир своих чувств. То есть, он подчинил свои чувства, все чувственные движения сознанию своему, которое просвещено божественным откровением. Как сам Давид говорит о себе, закон твой, светильник для ноги моей. Они стреляют во мраке, потому что они, во-первых, стыдятся того, что они делают, потому что они стреляют в правых сердцем, сами, будучи оскверненными в своих собственных сердцах. И далее мы читаем, когда разрушены основания, что сделает праведник. Что это за основание имеется в виду? Есть предположение древних экзегетов, что речь идет о том, как Моисей разбивает каменные скрижали, которые он получил от Бога, и на которых были изложены основания божественного закона деколог 10 заповедей. Почему Моисей разбил эти две скрижали? Потому что, когда Моисей получил закон, он какое-то время отсутствовал среди народа, и евреи сказали Аарону, брату Моисею, с этим человеком чего-то случилось, его уже давно нет, «Сделай нам Бога!» И они собрали золото свое, дали Аарону, и он вылил тельца золотого и сказал, «Вот ваш Бог, который вас вывел из земли египетской». И они стали хороводить, плясать вокруг этого золотого тельца. нечто подобное происходит в современной России. Мы не успели выйти из коммунистического Египта безбожного, как дьявол в пустыне подсунул нам культ золотого тельца и провозгласили, что национальная идея – это взаимная конкуренция и обогащение. Какая вам еще нужна национальная идея, сказали нам. И люди до сих пор многие хороводят вокруг этого золотого тельца. И он стал между нами и возрождением Святой Руси, как он стоял на пути евреев в Ханаан, в святую землю Эр Цесраэль. И он мешал им двигаться с места. И когда Моисей с двумя скрижалями спускался вниз он услышал гул пений. Это был как гул сражения. И он понял, если он сейчас принесет эти две скрижали, скрижали, а на первой скрижали написано «Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им», тогда евреи будут виноваты перед Богом, перед этим святым законом. А если нету закона, как бы нету преступления. И Моисей разбивает эти скрижали. И они разлетаются на куски, потому что, как пишет апостол Павел, пришел закон, и грех усилился. Сила греха закон. Когда разрушены основания, что сделает праведный? Он ничего уже не может сделать. И Авва Дорофей пишет «Каждая заповедь дана нам как величайший повод для смирения, ибо мы по-настоящему не можем исполнить даже одной заповеди. И некоторые отцы говорили «Закон дан прежде всего для того, чтобы обнаружить нашу греховность и указать нам на то, в чем мы должны каяться перед Богом». Как бы цель дарования нам закона не жизнь по закону, потому что у нас не очень получается, как бы мы ни старались, а хотя бы увидеть свое реальное состояние. Как в Новом Завете сказано, что закон есть в зеркало. Как в зеркало мы смотрим и мы видим, где надо что почистить на лице, как надо расчесать волосы в тех местах, где они взлохмачены. Так и заповедь обнаруживает нашу несостоятельность с одной стороны, показывает нам, в чем нам надо каяться, и это очень важно, потому что враг готов стрелять в нас даже во тьме, то есть наугад, куда попадет, а тьма сгущается в этом мире. И четвертый стих «Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят на нищего, вежды его исповедуют сынов человеческих». Посмотрим, какое столкование нам предлагается это соединение и столкование трех Златоуста, Афанасия и преподобного Ефрема. «Как вооружился праведник, прибег к Богу, живущему на небе и существующему везде, и вооружился надеждой на него. Перед Богом ничто не сокрыто, очи его видят всю вселенную, вежды его промысл божественный судит и испытывает всякое дело. Слыша о нищем, разумей не обнищавшего имением, потому что многие цари благогодили Богу, а многие бедные погибли. но нищим называют нищего духом, ибо Бог очень любит смиренного и всегда милостивно взирает на него. Одновременно он выседает на престоле небесном, очи его зрят на нищего духом. А кто такой нищий духом, о котором сказано в Евангелии, что блаженный нищий духом? Это те, которые осознают свою духовную несостоятельность. А почему они тогда блажены? Потому что осознавая свою духовную несостоятельность, они обращаются к Богу с молитвой, просьбой, нищие всегда просят, чтобы он, Бог, сокровища благих и жизнеподателю обогатил бы их. И как земной отец, если сын просит хлеба, не даст ему камень, если сын просит рыбу, не даст ему змею, тем паче отец небесный даст благо просящим у него. Вежды его испытывают сунов человеческих. То есть Господь, Он зрит сердце каждого из нас. Ничто от Него не сокрыто, Его премудростью преисполнено небо и земля. Его власть распространяется на все существующее под солнцем. Господь, читаем пятый стих, испытывает праведного, а не честивого и любящего насилия ненавидит душа Его. Что значит Господь испытывает праведного? Если Он праведный, зачем Его испытывать? Или, может быть, Господь сомневается в Его праведности и поэтому Его испытывает? Речь идет о том, что Господь посылает праведным испытания с целью в этих испытаниях усовершенствовать нас. Наша праведность – это праведность от веры в Иисуса Христа, нашего Господа, Господа славы. Испытания, которые Бог посылает нам, они имеют целью наше очищение. Как золото огнем очищенное, как сказано в Библии, оно освобождается от всяких примесей. Господь испытывает праведного, то есть, да, Он посылает трудности, испытания, искушения, но это все имеет целью только наше духовное исправление. А на самом деле Бог никого не искушает, но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью, как сказано в Писании. Поэтому это только имеет вид, как сказано, искушал Бог Авраама. На самом деле это правильно понять, как совершенствовал Бог Авраама через те трудности, которые Он ему не посылал. Поэтому когда мы сталкиваемся с любой трудностью, мы должны спрашивать не почему, а для чего Господь нам это дает, на что я часто обращаю ваше внимание. Нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Но разве душа Бога может кого-то ненавидеть? Ненависть – это категория страсти, а Бог абсолютно бесстрастен. Даже любовь – это страстная категория. это некая страсть, привязанность, предпочтение. И в то же время сказано – Бог есть любовь. Это не имеется в виду в таком страстном понимании этого слова, а как раз в бесстрастном. Потому что любовь в библейском понимании – это совокупность совершенств. А человеческая любовь – это привязанность. И как любая привязанность – это страсть. Есть страсть к собственным детям, когда родители ставят их на некий педестал и поклоняются им. И в результате выращивают эгоистов и гедонистов. Чем больше семья, тем меньше ребенок себя чувствует в центре внимания, тем больше он чувствует ответственности за других членов семьи. И в большой семье соборное мировосприятие, а не эгоцентричное. Во главу угла мы должны ставить веру в Бога, стремиться исполнять его заповеди. И вот сейчас в обществе обсуждают вопрос о секс-просвете, что надо детям преподавать секс-грамотность. И меня удивляет то, как ведется эта дискуссия. И даже высказываются представители церкви. Но что понимается под секс-просветом? Это когда детям прямо на уроке раздают мальчикам и девочкам огурцы, потом раздают резинки и говорят натягивайте на огурцы и учитесь. На самом деле если говорить о секс-воспитании, то единственная школа такого воспитания это книга левит, книга левит, в которой рассказывается о запретных формах сексуальной жизни и о разрешенных, там говорится, в какой степени родства, находясь, мы не можем вступать в такие отношения, что запрещено Богом в области половых отношений, межполовых отношений. То есть достаточно для детей изучить закон Божий, чтобы отличить правую руку от левой, чтобы знать, что можно, а что нельзя, а что мерзость является в глазах Бога. А всякие гуманисты, которые предлагают секс-просвет, это игра с этими резиновыми изделиями, которые натягивают на огурцы и на что-то еще. они грубо вторгаются в души наших детей, они легализовали все формы греха, мыслимые и немыслимые. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Почему британцы выходят из Евросоюза? Потому что они устали от этих еврокомиссаров, которые им указывают, что можно выращивать, что нельзя выращивать, что можно продавать, а что нельзя продавать, какой скот надо пустить под нож, а какой можно оставить, сколько детей может быть в семье, а сколько нельзя иметь. И когда за европейцев все решают, люди из Европарламента, которые это здание своими зекуратами напоминают стройплощадку Вавилонской башни. Вы можете набрать в интернете Европарламент и посмотреть фотографию этого здания. Там зекураты и леса, то есть они как бы строят новую Вавилонскую башню. Но мы знаем, кто строил первую Вавилонскую башню, это был нечестивый Немрод, который является прообразом Антихриста. Значит, теперешний Евросоюз строит башню во имя грядущего Антихриста, который должен прийти в самый кризисный момент, когда все будет на грани ядерной войны, когда все будет на грани социального, экономического, экологического коллапса. И Антихрист предложит людям такие решения, с которыми все согласятся. И люди будут говорить «Мир и безопасность», им будет казаться, что теперь они по-настоящему защищены. Но уже сейчас многие европейцы испытывают страх перед тем контролем, которому они подвергаются. Если немец, например, идет по улице, он боится плохо посмотреть на мусульманина, который сидит и гадит прямо на улице, на какого-нибудь негра, который мочится прямо на улице, не стыдясь людей. Потому что если он плохо на него посмотрит, его объявят расистом, оштрафуют, а могут даже посадить в тюрьму. Или в Берлине есть большой парк, который оккупировали эти черные народы, и они там торгуют наркотиками. Если немец идет и подает в полицию заявление, что надо в этом парке установить дежурство полицейских, его обвиняют в расизме и могут тут же оставить в этом полицейском участке. А эти черные народы, это племена, которые туда набежали, они даже не мусульмане, это какой-то сброд, если они торгуют наркотиками, насилуют женщин, то о какой религии вообще можно говорить? Господь испытывает праведного. Верующим сейчас очень тяжело в Западной Европе, в Восточной Европе, в Америке. Господь испытывает праведного, это мы чувствуем на работе, наши дети это чувствуют по месту учебы, мы это чувствуем в собственном подъезде, что Господь испытывает праведного, Он испытывает верующих. И новые вызовы ожидают нас, например, то, что сейчас происходит на Украине в церковной сфере жизни, можно по-разному относиться к Украине, но когда священников сгоняют в СБУ толпами и заставляют их вступать в какую-то новую церковь, когда это апостолы прибегали к помощи центурионов римских, чтобы сгонять людей на свои христианские собрания. То есть евангелизация с помощью СБУ – это дикость. Европа молчит, а они нормально к этому относятся. Мне сказали, что в Латвии запрещено детям давать русские имена. просто законодательно запрещено. Его можно назвать как угодно. Вы можете назвать ребенка трактором, вы можете назвать его каким-то неприличным словом, и это оформят, зарегистрируют. Но нельзя русское имя чтобы было. И похоже вот такое нетерпимое отношение к нашей стране связано с тем, что здесь еще сохраняются начатки веры. И я общаюсь с разными христианами, с католиками, с протестантами, и когда я с ними беседую, я спрашиваю, а что вас больше всего удивляет в России? Они говорят, ваши верующие. Мы таких верующих нигде не видели. Эти длинные службы, эти просветленные лица, эти переполненные храмы, у них давно этого нету. Чем дальше от России на Запад, тем меньше людей в храмах. А многие храмы переделали в мечети, и там молятся о горяне, а христианам уже негде собираться. В некоторых городах Западной Европы отменили Рождество, пока это делается на уровне городских структур властных, на уровне мэрий, но, скорее всего, они проведут закон о запрете Рождества. Во многих местах запретили устанавливать ёлку, потому что, якобы, она оскорбляет чувства мусульман, а когда мусульмане толпой молятся на улице, кто-то из христиан может сказать, что это оскорбляет его чувства, хотя мы, христиане, так не говорим. Если люди молятся, ну, слава Богу, люди молятся. Да, это другая религия, но это всё равно поиск Бога. Мы видим агрессивную толерантность, она имеет антихристианскую окраску, и мир сползает в пропасть апостасии, за которой последует воцарение антихриста, сына дьявола. Господь испытывает праведного. Господь испытывает нас через наших детей, мы видим, как они меняются, наши внуки, правнуки, они уже не могут нормально общаться, они общаются через смартфон, и один мужчина мне рассказывал, что он решил пообщаться с внуком, и он понял, что с ним можно общаться только через смартфон, и он начал общаться через смартфон. Тот ему стал отвечать, у них наладились отношения, причем они жили в одной квартире при этом, но так им легче общаться, и договорились до того, через смартфон, что может быть сходить в церковь вместе. Кто-то похитил наших детей, это произошло так быстро, что мы не заметили, они все провалились, улетели в этот мир интернета, только пятки сверкнули из монитора, и мы не знаем, кто хороводит ими, Господь испытывает праведного, Господь испытывает христианских мужчин и женщин, христианских детей, стариков, потому что тот мир, в котором мы живем, он так стремительно меняется, как не было никогда, и мы чувствуем, как бы почва уходит из-под ног, как быстро все изменилось, поменялось местами, как будто кто-то разогнал некую дьявольскую машину, раскочегарил ее, Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия Господь даже не испытывает, он просто их ненавидит, в том смысле, что Господь не приемлет нечестие и насилие. Посмотрите, как в Париже разгоняются демонстрации лицеистов, подростков, многие из которых моложе 15 лет, их ставят на колени, руки на затылке, и Америка молчит, а если в России бомжа поставят на коленки, будут обыскивать, весь мир поднимет шум, что это за дикость, почему такие двойные стандарты, потому что вся суета и организация Евросоюза, и все эти политические обвинения имеют одну цель борьбу с идеалами Святой Руси. Кстати, наши правители российские думают, что это с ними борются. Да кому они нужны? Что это за министры, что это за правители, у которых дети учатся за границей, там живут, жены давно переехали за рубеж, деньги все их лежат в иностранных банках, как сказано «Где сокровище твое, там и сердце твое». Есть такой симпатичный ведущий Брилев, симпатичный такой молодой человек, и он так патриотично все время выступал, и вдруг выяснилось, что у него британское гражданство. Он давно перестал быть россиянином, а весь его патриотизм это такая работа, поэтому кто-то работает мэром, кто-то работает депутатом, кто-то работает министром, а кто-то служит Богу, несмотря на что Господь испытывает праведного. И далее мы читаем, что ожидает этот мир в самом конце, шестой стих, дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу. Но мы это где-то уже читали в Библии, да? Это уничтожение Содома и Гоморры. Оказывается, последний мир, его ждет участь Содома и Гоморры, мир последних времен. Почему? Потому что они пошли этим путем, они легализовали грехи, они не каются в этих грехах, потому что они не считают их грехами, и участь будет очень печальна. А вы знаете, какой самый страшный грех Содома и Гоморры? Они ненавидели нищих, которые приходили к ним, и у них был закон Содом для Содомлян, Гомора для гоморцев, и был запрет подавать нищим милостыню. И если человек видел нищего, он должен был заявить властям, его ловили этого нищего, и жестоко наказывали. И была одна девушка из такой предания, она тайно принесла помощь нищему, и когда жители Содома об этом узнали, они обмазывали ее, обмазывали ее медом и бросили вулик пчелам связанную, и пчелы ее умертвили. Сейчас в некоторых скандинавских странах запрещено подавать бомжам нищим. И если ты подашь деньги бомжам нищим, даже рядом с храмом, или рядом с мечетью, или рядом с синагогой, и не важно, кто ты там, иудей, христианин или мусульманин, тебя могут арестовать. Считается в этих странах, что те, которые дают нищим деньги, они продлевают их агонию. Господь испытывает праведного. А есть ли предел нашего терпения? Да, сказано, Бог не посылает испытания сверх наших сил, но и в самом испытании посылает нам некое облегчение. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши, имеется в виду чаша божественного гнева, которая уже переполнена, ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Что значит, эти последние слова лицо его видит праведника? Давайте посмотрим, какое столкование нам предлагает Златоуст, Феодорит и Лествичник. В точности Господь знает поступки праведного и нечестивого и по делам взвешивает воздаяние. «Любясь же неправду нарочно погубляет свою душу, ибо навлекает на себя такого рода гнев Божий, который в древности сжег Содом и Гоморру. Жупил серо, чаша наказания. Везде надо свято соблюдать справедливость и не обращать внимания на лица, нищ ли кто или богат, но по правоте искренности исследовать их дело». То есть, как Бог бесстрастен, так и мы должны быть бесстрастными в том общении, которое мы устраиваем с другими людьми. И мы не взираем на лицо человека, ибо наша задача созерцать его душу и попытаться просветить его душу светом евангельского благоествования, чтобы его сердце открылось навстречу Христу. Христос, как сказано в Апокалипсисе, «Все стою у двери и стучу. Кто творит, к тому войду и буду вечерять с гонений». Итак, сегодняшний десятый псалом, как я уже сказал, в понимании отцов он читается во время гонений. Я бы рекомендовал христианам Украины в эти дни читать этот псалом, потому что буквально на следующей неделе должны начаться какие-то необъяснимые события, необъяснимые с точки зрения здравого смысла. Я никогда не слыхал, чтобы в советское время КГБ толпой загоняло к себе священников и советовали им, в какой храм ходить. Даже не было такого в советские времена. А там это делает СБУ. Это очень странно. Мы должны молиться за митрополита Ануфрия. Я помню его, когда я еще был молодым священнослужителем, дяконом. Я встречался с ним на Западной Украине. Он тогда был уже архиереем. Это очень духовно трезвый человек. Это строгий подвижник, праведник. таких очень мало. И надо молиться заблаженнейшего, подавать записки заблаженнейшего Ануфрия, чтобы Господь укрепил его сердце, чтобы Господь направил его стопы в правильном направлении, чтобы он устоял против тех гонений, которые воздвигают против него всякие там гастарбайтеры из Турции, из Канады и из других мест. Гринь, в область в х, в в в в в в Продолжение следует...